Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! Вчера Православная Церковь вспоминала преображение Господне. Какой это замечательный праздник! Он свидетельствует о духовном прообразе человека, о его духовном совершенстве. Одна из предпраздничных стихир, звучавших в эти дни в храмах, призывает нас измениться лучшим изменением, чтобы достойными взойти на гору Фаворскую и видеть славу преображения. Но как это возможно, спросим мы, можно ли за этот короткий срок подготовительных дней к этому дню, так называемых дней предправства, настолько изменить себя? А еще, если добавить к этому, что гора Фавор, далеко, да и вообще одним посещением ее невозможно достичь совершенства. Но в эти дни Церковь предлагает нам другое. Церковь зовет нас, верующих во Христа, к духовному восхождению на гору Фаворскую, восхождению нравственному, восхождению сердцем и благой, благочестивой христианской мыслью и жизнью. Почему необходимо измениться вот этим лучшим изменением? Потому что быть на Фаворе со Христом даже мысленно может не каждый. Не каждый достоин видеть славу Божию. Господь зашел на гору Фаворскую, как говорит евангелист, чтобы помолиться. И взял с собой только трех своих учеников. Мы читаем об этом в Евангелии от Матфея в 17 главе, 1 и 2 стихи. Евангелист перечисляет последовательно Петра, Иакова и Иоанна. Петр был взять на Фавор, как камень веры. Господь сказал ему, «На сем камня созижду церковь мою, и врата адова не одолеют ее». Это Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. А апостола Иоанна Богослова по достоинству называют апостолом любви. И можно назвать его камнем любви. Сам он имел любовь и любовью, и любовь проповедовал. Помните его слова в его первом послании, в 3 главе, 18 стих. «Любите не словом или языком, но делом и истинною». Апостол Иоанн Богослов настолько проникся добродетелью любви, что усмирял ей даже врагов. Любовь помогала ему в течение всей его жизни, и особенно в изгнании на острове Патмос. Третьим камнем Фаворской горы был апостол Иаков – образец терпения. А теперь вдумайтесь, чтобы удостоиться видеть святозарное преображение Господня, надо быть или столпом веры, или носителем любви, или уметь терпеливо принимать то, что посылается в жизни. Эти добродетели могут сделать нас достойными восхождения на Фаворскую гору. Таким образом, Церковь зовет нас в эти дни изменить свой образ жизни и изменить в короткое время. Святитель Иоанн Златоуст говорит, что никогда из нашей памяти не должен выходить образ благоразумного разбойника, который во едином, во едином часе раеве, то есть в одно мгновение рая сподобился, он смог уже на кресте изменить себя вот этим лучшим изменениям. Нам же всегда содействует и помогает благодать Святого Духа, особенно в нашем стремлении к духовному совершенствованию. Поэтому, если ты жесток, стань милосердным. Это будет доброе изменение. Если ты любишь только самого себя, научись любить своего ближнего, как самого себя. Это будет достойная перемена. Если жизнь приносит тебе скорби и печали, и ты с большим трудом переживаешь ее бремя, то вспомни слова Господа нашего Иисуса Христа. Мы слышим их в Евангелии от Иоанна, 16 глава, 33 стих. «В мире скорбны будете, но дерзайте, я победил мир». Только дерзнаемо научимся терпению. Если мы сумеем изменить себя лучшим изменением, то есть изменимся к лучшему, то мы, несомненно, окажемся достойными, мысленно и духовно созерцая, взойти на Фаворскую гору и видеть славу преображения Господнего. Однако все мы с вами знаем, что изменения могут быть разными. О преобразившемся Господе сказано в Евангелии от Луки. Мы читаем эти строки, 9 главе, 29 стих. Читаем, что вид лица его изменился, и одежда его сделалась белыми, блистающими. Мы иногда полагаем, что одеть себя в хорошие одежды и так изменить свой образ – этого достаточно. А иногда, к чему особенно любят прибегать лица женского пола, считается достаточным изменить свое лицо с помощью косметических средств или пластических операций. Несомненно, не о таком изменении говорит нам в эти дни Святая Церковь. И не к такому изменению мы призваны. Святая Церковь зовет нас к чистоте души и тела. Она призывает нас к тому, чтобы мы своим светлым лицом и добрыми очами радовали наших ближних, находящихся, может быть, в большей скорби, чем порой мы сами. Праздник преображения Господня зовет нас прежде всего к изменению нашего внутреннего образа. И сейчас это особенно удобно, потому что мы находимся во времени Успенского поста. А пост – есть время покаяния, очищения и преображения. Этот пост посвящается Богородице. И сама Пресвятая Дева Мария станет помощницей нам в нашем духовном совершенствовании. Сделаем же себя достойными видеть фаворский свет через таинство покаяния, через очищение себя от грехов и вместе с церковью воскликнуть. Да воссияет и нам, грешным, свет твой пресносущный, молитвами Богородицы, светодавча, слава тебе! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok